Здравствуйте! Сегодня 21 сентября. Вы смотрите ежедневный обзор от Макси Форекс. В пятницу пара евро-доллар снизилась ниже отметки 1,4700, что спровоцировало сильный спрос. В итоге снижение пары остановилось на уровне 1,4646, после чего ее курс снова начал расти. В середине пара вновь вернулась в область выше 1,4700. Тем не менее, евро остается сильно перекупленным, что говорит о его возможном снижении относительно американского доллара. Также в пятницу инвесторов заинтересовал британский фунт. Из-за низких процентных ставок фунт превращается в новую валюту финансирования спекулятивных сделок Carry Trade. К тому же экономические данные по Великобритании, вышедшие в пятницу, оказались негативными для фунта. В результате курс пары фунт-доллар упал к отметке 1,6224. На этом уровне в начале недели возможен некоторый рост пары. После заседания Швейцарского национального банка были опубликованы сопроводительные комментарии. Они не обеспечили паре доллар-франк никакого определенного тренда. Пара доллар-франк росла в начале пятницы, затем развернулась и вновь началась снижение. Пара доллар и иена в связи со спросом со стороны крупных фондов поднялась в пятницу до отметки 91,52. Однако накануне долительных выходных в Японии инвесторы фиксировали позиции. В результате пара вновь снизилась к уровню 91,00. На рынке валют много неопределенности и нас с вами вновь ожидает интересная торговая неделя. Сегодня будут опубликован индекс опережающих индикаторов в США. Рост значения индекса выше прогноза может привести к росту курса доллара. Напоминаем, на этой неделе с понедельника по среду выходные дни в Японии. Дополнительную информацию по перспективам движения валют вы можете получить на нашем сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.